Я читал какие-то информации о мнениях данного эксперта, который, я так понимаю, разбирается во всем. Он рекомендует провести новые выборы. Так, между делом, когда обсуждают бюджетные цифры, рекомендует провести новые выборы. Понимаю, что во всем разбирается. Это инвестиционный эксперт, я так понял. Но, наверное, так, широкого профиля, который понимает все. Я посмотрел некоторые цифры, которые он утверждает, что за последние несколько месяцев у нас дефицит бюджета был 2 миллиарда. Хочу сказать, что за первый квартал у нас есть цифры дефицит бюджета. То есть разница между доходами бюджета, налогами, которые мы собираем, и затратами не превысила 356 миллионов рублей. Это разница в первом квартале. И я хочу отметить, что конец 2018 года мы закончили на уровне 0,8% дефицита бюджета. Это цифра, к которой многие стремятся, чтобы достичь этого. Там, по-моему, и по долгу было, что мы занимаем у местных банков и так далее. Много и больше не сможем и так далее. По долгу. По долгу несколько раз. Мы представляли информацию по итогам первого квартала. Абсолютная цифра госдолга по сравнению с 31 декабря 2018 года снизилась на 164 миллиона рублей. А как доля ВВП, это является самым главным, снизилась на почти 3% пункта. Сейчас ниже 25%. Вы сделаете опрос, что означает эта цифра, и каждый маломальский разбирающийся скажет, что означает эта цифра. Насчет того, что все, достигли потолка и так далее, я не буду спорить, не буду говорить. Просто еще раз приведу цифры. По различным оценкам, в том числе Международного валютно-фондового семейного банка, доля теневой экономики в нашей стране находится на уровне 40-50%. То есть почти половина из экономического обращения где-то не подпадает под налоговое администрирование и так далее. Это огромная сумма. Учитывая, что у нас размер бюджета больше 60 миллиардов рублей, вы можете оценить, сколько там денег. Если бы мы хотя бы 10% или 15% до следующих 2-3 года из этой доли теневой экономики вытащили бы в белом, как говорится, вы можете посчитать сами, сколько это денег. Поэтому я не считаю, что это является правильным утверждением, что мы достигли потолка и мы не можем повышать дальше через налоговые политики, через налоговое администрирование доходы национального публичного бюджета. И тот уровень, который я сказал, апрель 2019 к апреле 2018 в 18,5% рост, о чем тогда и говорит. Продолжение следует...